друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.e меня зовут александр меня в руках смартфон под названием т.ч.л. 5000t либо его еще называют 5000 tesla это новая модель к моему удивлению еще особой информации в интернете про нее нет не знаю почему по моему мнению это очень интересный вариант смартфона который можно еще назвать убийцей тхл 4400 так как эта модель в принципе аналогично но адаптирована больше под новую новую производительность немножко изменили дизайн производителей по моему по моему мнению смартфон стал интереснее оставляется вот в такой вот коробке в коробке стандартный комплект с завода пленка у смартфона идет на экране есть вот такой вот такая вот чехол книжка вот такой вот он с окошком но основа здесь клеющаяся то есть на заднюю панель это этот чехол будет клеиться ну а информация на экране будет отображаться вот таким вот образом в этом чехле это в принципе стандартный заводской чехол вот сейчас мы заказали эту модель принципе приехала она с ним поэтому и продавать тоже будем вместе с ним далее идет пленочка гарнитура от г и вот такая вот зарядка зарядка здесь идет на 1500 или ампер сам смартфон имеет очень прикольный дизайн я считаю что дизайн лучше чем утечил 5000 и 4400 он имеет такую прикольную форму здесь выполнены вот такие вот моментики по диагон по граням по вот этим это скорее всего пластик под металл задняя крышка выполнена в таком формате мокрого асфальта как one plus one либо doggy dg580 крышка на которой не остается отпечатков пальцев здесь есть логотип 13 мегапиксельная камера вспышка есть логотип технологических apple life и решетка под динамик с этой грани у нас качелька громкости вверх вниз плюс минус кнопка включения выключения сверху у нас разъем под наушники разъем и для зарядки с этой грани нет ничего здесь у нас микрофон спереди у нас 5 дюймовый дисплей он имеет разрешение hd здесь три сенсорных кнопки меню домой назад кнопки эти не светятся сверху у нас фронтальная камера на 5 мегапикселей разговорный динамик датчики приближения освещения и индикатор пропущенных звонков по корпусу ничего плохого сказать не могу смартфон меня порадовал мне нравится этот дизайн больше задняя крышка заслуживает особого внимания она принципе очень приятно на ощупь очень плотно одевается на саму панель ну и достоинство этого смартфона это конечно же аккумулятор вот такой вот мощный на 5000 миллиампер часов смартфон поддерживает работу 2 7 карт одна микросимка вторая большая и поддерживает карты памяти по сборке по корпусу никаких нареканий все собрано очень плотно монолитно смартфон не люфтит не трещит на перегиб я считаю что по сборке отлично и дизайн мне тоже очень нравится начнем обзор с технических характеристик я вам расскажу что это за модель по факту эта модель является чем-то переходным между течел 5000 и течел 4 400 который просто-напросто с появлением этого смартфона уйдет на покой в чем в чем же такая особенность этой модели до в том что цена его под заказ из китая в районе 155 долларов то есть это примерно такая же цена этой и этой модели только это новая модель здесь 8 ядер разработчик установил сюда мтк 6592 но с частотой по 1 и 4 гигагерца то есть это не полноценный восьмиядерный восьмиядерник как течел 5000 здесь hd разрешение 13 камера 44 2 android гигабайт оперативки 8 встроенной у меня стоит здесь карта памяти сейчас и хочу сказать что прошивка с завода выполнена таким образом что на карту памяти приложения все устанавливаются то есть это плюс по сравнению с 4 400 в котором эту настройку нужно было делать фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей и в принципе все nfc это неправда здесь в этой модели nfc нет то есть по производительности данная модель будет лучше чем 4 400 но немножко слабее чем 5000 мульти тач у этой модели пяти точечный и по датчикам которые есть в смартфоне давайте посмотрим за девайс тест здесь есть gps вайфай bluetooth компас есть датчик приближения датчик освещения есть вспышка в принципе все на этом по техническим характеристикам закончили по факту мы видим что данная модель по цене аналогично 4 400 но по характеристикам он мощнее он с измененным дизайном и принципе аккумулятор побольше экран здесь айпиесовский hd разрешение экран принципе неплох нормально отображает он цвета углы обзора у нас около максимальная поик по диагонали картинка конечно немножко меняет свой цвет но в принципе с этим можно смириться экран плюс-минус такого же уровня как был 4 400 прошивка идет с завода как я уже говорил она адаптирована с работой карты памяти номер сборки вот такое можете посмотреть здесь все на русском языке никакого китайского софта нет абсолютно принципе каких-то проблем сбоев по прошивке я не замечал sim карты ловит сеть хорошо вайфай не отваливается то есть ну в принципе готовый рабочий смартфон ничего тут доделывать особо не нужно звучание смартфона я проверял по звуку если честно средненький смартфон что касается в наушниках среднее звучание разговорный динамик микрофон тоже средненькая то есть но я не могу сказать что хорошая нормальная средняя среднее звучание как у рядового смартфона и внешний звук в принципе тоже без нареканий он стандартный довольно таки громкий вот продемонстрирую вам это плане производительности естественно эта модель будет лучше чем те чел 4 400 здесь восьмиядерный процессор здесь гиг оперативки давайте просто продемонстрируем асфальт 8 и вы все сами увидите в общем с игрушками абсолютно никаких проблем нет смартфон будет вытягивать практически все что только можно придумать я тестировал как всегда работу gps а давайте продемонстрирую вам какие у меня результаты получились принципе особо здесь демонстрировать нечего смартфон нормально ловит спутники довольно таки быстро первый старт у меня был за 8 секунд нареканий никаких быть не может теперь очень интересный момент по аккумулятор аккумулятор здесь у нас пяти тысячный 5000 миллиампер часов так же как и утечил 5000 однако здесь обрезанный процессор восьмиядерный но уже не четырех ядерный то есть эта модель лучше по производительности как я уже говорил какие результаты у меня получились плохо то что здесь нет диаграммы разряда батарейки не особо удобно это все отслеживается то есть не видно где что как поэтому я делал скрины с процентами и с временем по этим скринам можно разобрать следующее во первых результат вы antutu тестере смартфон показал в районе вот вот 11000 по моей памяти те чел 4 400 показывал в районе 12000 ячел пятитысячный не получилось у меня тогда сделать тест потому что он перегревался и как-то вот выкидывала на этот из программы на рабочий стол вот такой вот результат результат классный и в принципе очень таки достойный далее я тестировал работу этого смартфона в ю тубе вот состав процентов в 2224 я начал и до 4 это 638 по факту это получается в районе шести часов я себе записал данные по конкурентам видео в ю тубе течел 5000 у нас показывал чуть менее 7 часов и 4 400 показал 9 часов 30 минут то есть эта модель действительно отыгрывает свои 5 миллиампер и 5000 миллиампер часов емкость аккумулятора и показывает вот чуть больше чем восемь часов то есть это хороший результат в режиме воспроизведение игры опять же по той же схеме 1547 сто процентов и 2141 15 процентов это эпик цитадель в этом же режиме у меня показал этот эта модель чуть более пяти часов и можно было дальше разряжать и пятитысячный тхл 5000 тот который по полноценным 8 ядерным процессором он показывал в районе четырех часов то есть за одну и ту же цену что 4 400 и что пятитысячный мы получили смартфон у которого чуть-чуть слабее автономность но который грубо говоря практически в два раза мощнее и эта модель значительно будет дольше держать аккумулятор чем полноценный тхл 5000 то есть это оптимальный вариант для тех людей кому во первых тхл 5000 дорого потому что разница между ними примерно в 60 долларов то есть разница в районе двух тысяч гривен камера здесь у нас на 13 мегапикселей основная и на 5 мегапикселей фронтальная камера в принципе такого же уровня как и у тхл 4 400 я сделал пару фотографий я записал видео в формате full hd качество в принципе нормальное можно с легкостью сфотографировать а4 текст можно сделать какую-то макросъемку вот вы можете видеть как 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 это отображается по камере в принципе нареканий нет за эту цену достойная камера я вам покажу в описании скину эти все файлики какой то какой вердикт по этому смартфону во первых производитель изменил дизайн я считаю что данный дизайн лучше чем у тхл 5000 и у 4400 производитель за одну и ту же цену по моему глубочайшему удивлению до сих пор те чел 4 400 он не подешевел возможно с выходом этой модели он все-таки подешевеет потому что цена в районе 155 долларов китая вышел этот смартфон он имеет большую емкость аккумулятора он имеет мощнее процессор и он новее в принципе вот по параметрам того что это уже полноценный восьмиядерный пусть и частота немножко снижена эта модель однозначно предпочтительнее и по дизайну и по производительности и потому что она ну практически как пятитысячный такой же аккумулятор но она стоит на 2000 гривен дешевле однозначно советую эту модель все характеристики все заявленное от производителя и на нашем сайте все соответствует аккумулятор классный то есть модель можно однозначно брать кому дорого пятитысячные берите 5000 т или тесла на этом все подписывайтесь на наш канал подписывайтесь в группу заходите к нас к нам на сайт и покупайте те чел 5000 т тесла всего доброго а